МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управляющая компания ДЭС не исполнила 63 предписания госжилинспекции и может лишиться жилого фонда. А впоследствии и лицензии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По 14 делам материалы уже переданы в суд для принятия решения, говорят в ГЖИ. В обслуживании ДЭС сейчас находится 289 многоквартирных домов в Красногорске. В конце прошлого года госжилинспекция впервые в России аннулировала лицензию ООО «Жилищно-коммунальный сервис-П», в управлении которой был многоквартирный дом номер 17А по вокзальной улице, также в Красногорске. В Подмосковье предпринимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни горожан. Одна из них – модернизация системы местного самоуправления, отметил на прошедшей пресс-конференции зампред правительства области Александр Костомаров. Первое преобразование Химкинского района в городской округ провели в 2005 году. Когда говорят о том, что это вдруг, что это как-то одномоментно мы взяли и стали преобразовать, на самом деле это не совсем верно, потому что этот опыт преобразований довольно большой. Кроме того, естественно, мы оценивали каждый раз эффективность тех или иных преобразований, и каждый раз, анализируя после определенных действий и после преобразования, мы убеждались в том, что это действительно верный путь. Городской округ позволяет мобилизовать кадровые и административные ресурсы, дает экономию средства за счет оптимизации структуры управления и ликвидации дублирующих функций. У муниципалитета формируется единый бюджет и программа социально-экономического развития территорий. На примере, допустим, Люберецкого муниципального района экономия бюджета только за счет сокращения численности муниципальных служащих, попросту говоря, чиновников, составляет 357 миллионов. Главным итогом работы должно стать повышение качества жизни населения Московской области. В 2017 году начаты мероприятия по изменению форм организации местного самоуправления на территориях Можайского, Нарафаминского, Сергиево-Пасадского, Ступинского, Талдомского и Чеховского районов. Речь об этой дороге идет уже, не побоюсь сказать, что лет 15-20, так как она имеет без привлечения большое стратегическое значение для Нахабина. Ее строительство позволит соединить автодороги ММК Палска-Слобода-Нахабина и автодорогу Аникеевка-Нахабина. То есть это нам позволит отвести практически большую часть транзитного транспорта от центральной части Нахабина, разгрузить в уличную дорожную сеть, ликвидировать транспортные заторы и нормализовать движение общественного транспорта. Проектирование было начато в 2016 году, затем проект был направлен в госэкспертизу, и в сентябре 2016 года начались подготовительные работы по реализации данного проекта. Так как сложившаяся застройка и нахождение на этом участке котельной номер один создают некие сложности, поскольку нужно обеспечить доступ, как к СНТ Лужки, где находятся 400 частных домовладений, так как и котельная номер один, обеспечивающая теплом и горячей водой, большую часть поселений должны оставаться в свободном доступе, и поэтому на первом этапе было реализовано строительство временной подъездной дороги, которая доступность транспортных к этим объектам и обеспечит. Также со стороны СНТ Лужки было, будем говорить, непонимание необходимости строительства этой дороги, но тем не менее были все их пожелания учтены. В рамках этих пожеланий сейчас, как раз в данный момент, производится устройство шумозащитного экрана, пешеходные дорожки, но в последующем там предусмотрено еще будет освещение. В рамках подготовительных работ были приведены очень масштабные работы по водоотведению, так как участок дороги не протяженный, всего лишь 2 километра 100 метров, но он расположен в очень сильно заболоченной местности, поэтому здесь вот проблема водоотведения была очень актуальна, в том числе и у нас возникало подтопление и котельной номер 1, и самой дороги в паводковый период ее переливало до 0,5 метров, поднимался уровень воды выше полотна дороги, поэтому вот эти все работы были в зимнее время и проведены по водоотведению. Основной ствол дороги мы планируем построить до июля текущего года, также там еще следующим этапом будет переустройство самого примыкания к автодороге ММК Палска-Слобода на Хабино. 83 года назад в этот день родился советский летчик, космонавт Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» он совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов и новую эру в освоении Вселенной. Именем космонавта названы улицы и проспекты во многих городах России. Активисты движения «Подари земле сад» проводят экологические уроки для красногорских школьников. Одно из занятий прошло в 10-й школе. Ученикам с 1-го по 5-й классы рассказали о важной роли лесов для земли и людей, объяснили ценность и значимость каждого дерева, о том, как сохранить природу и что будет, если человек перестанет заботиться об экологии планеты. Цель данных мероприятий, которые мы проводим в различных городах, является формирование у детей осознанного, более бережного отношения к земле, ко всей природе. Мы показываем и рассказываем детям о деревьях, о том, что земля живая. Мы показываем, в каком состоянии находится вся земля. И уходя из таких встреч, дети точно знают, в каком она находится положении, и что необходимо сделать для того, чтобы она стала более здоровой. Говорили на уроках и о том, как оздоровить планету. Школьникам предложили посадить жёлудь в горшочек с грунтом. По задумке организаторов, будущие деревья будут подрастать вместе с детьми. А через полгода или год ребята высадят их, где пожелают – во дворе, на даче или в лесу. Таким образом, они внесут свой вклад в дело сохранения природы. Я думаю, что я посажу на своей грядке, на даче, и буду растить очень долго. Ни в коем случае его всегда не забывать поливать, каждое утро даже с ним здороваться. Сначала у меня голод будет растить дома, на окне. У меня мама очень много цветов сажает. Потом я его пересажу во двор школы, чтобы во дворе школы был чистый воздух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9 марта – это Всемирный день диджея. Традиционно вся прибыль, полученная клубными диск с жокеями, в этот день направляется на благотворительность в различные международные детские фонды и учреждения. На протяжении нескольких лет ежегодно традицию диджея благотворительности поддерживают известные средства массовой информации и звезды мировой танцевальной сцены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жемчужиной коллекции князя Николая Юсупова в свое время стала подборка работ мастера Цьеппола. Картины его кисти, встреча Антония и Клеопатрии, пир Клеопатрии. До открытия зала, носящего имя знаменитого живописца, увидеть монументальные полотна возможно в рамках первого фестиваля итальянского искусства в Архангельском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой возможности не будет потом никогда. Картины будут висеть на стенах, здесь будут находиться шнуры, и посетители не смогут подойти к ним так близко, как во время фестиваля. Вы можете увидеть оборотную сторону этих картин, вы можете увидеть подрамники, на которые они натянуты. Эти полотна никогда не уедут из Архангельского, их не будут перевозить. Последний раз они путешествовали больше 15 лет тому назад на выставку в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, когда была выставка, посвященная коллекциям Юсупова. На такую же выставку в Эрмитаже эти полотна мы уже не пустили. Помимо предпоказа картин, также в рамках Тьепало-фест 11 и 12 марта пройдут концерты выдающегося скрипача Доминика Нордио и известных российских музыкантов. Публичные лекции об итальянском искусстве, значимость которого, по мнению организаторов, переоценить сложно. Именно потому в рамках фестиваля было заключено особое соглашение. Подписание данного договора дает возможность тесно сотрудничать с Институтом итальянской культуры, представитель которого в лице директора госпожи Ольги Страдо сегодня находится здесь, и здесь же находится посол Италии в России. Для тех же, кто не успеет на фестиваль главной образцы итальянской страсти русского вельможи, цикл Джованни Батиста Тьепало о царице Клеопатрии, как и сам зал, будут открыты три десятилетия спустя, уже к дню рождения русского Версаля в мае. Весь дворец был закрыт на реставрацию в 1985 году. Тогда казалось, что реставрация пройдет быстро, но вы не помните, а я знаю, было очень тяжелое время для страны, и реставрация затянулась. И этот зал открывается одним из последних, но он будет одним из самых лучших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова